Как должно работать правительство, рассказал Касымжомар Тукаев. Выступая перед депутатами на пленарном заседании Мажелиса, президент поставил конкретные задачи и обозначил направление, в котором в ближайшее время должен действовать Кабмин. Подробности в сюжете моих коллег. Превращение Казахстана в передовую страну не просто лозунг, а конкретная цель. Это, пожалуй, главный месседж всего выступления президента. Касымжомар Тукаев заявил, что для этого нужно продолжать развиваться и важно не только проводить политические реформы, но и принимать решительные меры, чтобы изменить общественно-экономическую ситуацию. Главное, чтобы все наши меры способствовали реализации принципов справедливого Казахстана. Прежде всего, необходимо придать новый импульс социально-экономической политике. Следует пересмотреть приоритеты развития, принципы поддержки и задачи, стоящие перед отраслями экономики. В конечном счете, государство в своей политике должно решительно перейти от бесконечных мер поддержки к содействию, действительно к качественному развитию. Пришло время, чтобы заниматься этим не на словах, а на деле. База для перехода к новой экономической политике у Казахстана есть. По словам главы государства, это налоговые и бюджетные кодексы, законы о государственных закупках и о государственно-частном партнерстве, которые основаны на новых принципах. Теперь необходимо устранить барьеры в тарифной политике, улучшить аграрный сектор и разработать эффективные подходы к управлению и финансированию социальной сферы. Важную роль здесь должно сыграть прежде всего правительство. Следует начать работу в новом темпе. Правительство в своей деятельности должно сочетать такие качества, как профессионализм, ответственность, оперативность и инициативность. Правительству необходимо принимать смелые, твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики во благо народа. Эта задача исключительной важности и носит стратегический характер. Дал Касым Жомар Токаев и свою оценку новому премьер-министру Олжасу Бектиенову. Президент подчеркнул, что он опытный государственный служащий, обладающий обширными знаниями в области экономики и других сферах, а поэтому выразил надежду, что у Кабмина будет достаточно возможностей для выполнения поставленных задач.